Всем привет! Вы на канале Статус. Сегодня я подготовил для вас список популярных каналов YouTube, авторы которых уже мертвы, но на них по-прежнему продолжают подписываться и комментировать видео. Начнем с одного из первых видеоблогеров, который начал вести свой канал с 2006 года под никнеймом Geriatric 1927. В то время еще не было летсплейщиков и такого количества пранкеров. Его автор Питер Оукли рассказывал о своей службе в британских войсках во времена Второй мировой войны. В 2006 году он в одночасье приобрел огромную популярность и был одним из самых узнаваемых видеоблогеров. Его фанаты создали десятки сайтов, но он продолжал выкладывать видео только на своем канале, до тех пор, пока в марте 2014 года не скончался от рака. Его последнее видео датируется 12 февраля 2014 года и до сих пор на канал продолжают ежедневно подписываться до 5 человек. Женя Якут. Российский видеоблогер, который рассказывал и показывал, как живется бездомным в России, давал практические советы, как выжить на улицах, не имея крыши над головой. 30 октября в видеоблоге Жени Якута было заявление о завершении проекта, так как он намеревался восстановить документы и вернуться к нормальной жизни. Но 29 октября Евгений Залавский, Женя Якут, скончался от воспаления легких. Его видео продолжает набирать просмотры. Эдвард Маскар. Этот канал был создан в 2006 году бывшим американским телеведущим, который в 70-е годы был известен под псевдонимом «Дядя Эд». Его карьера телеведущего закончилась в результате сексуального скандала с 14-летним подростком, в результате чего Эдварда осудили на 18 лет. После этого он создал канал на ютубе, на котором выкладывал весьма странные видео и пропагандировал сексуальную преступность. Именно его странные выходки принесли ему огромную популярность, сделав его сенсацией года. В октябре 2011 года ему был поставлен диагноз «рак легких» и через три месяца Эдвард Маскар скончался. Несмотря на это, канал продолжает вести его друг и ежедневно к нему добавляются до 30 подписчиков. Если вы любитель жути, то я советую посмотреть этот канал, он вас не разочарует. Впрочем, как и следующий ютубер в нашем списке, который также отличался странными и жутковатыми видео, Тодд Терк. Канал создан в июле 2009 года и на нем всего 39 видео, представленных в виде коротких нарезов длительностью не более минуты, напоминающие жуткий хоррор с помехами и искажением звука. Названия всех роликов состоят из одного слова, а в самих видео автор раскрывает их смысл. Автор этого канала неизвестен, однако считается, что он был неизлечимо болен и своим творчеством пытался показать людям, как важно ценить элементарные вещи. Последнее видео датируется 20 февраля 2014 года. Этот канал нагоняет жуть и даже на видавших виды пользователей. Особо впечатлительным лучше не смотреть. И последний на сегодня в нашем списке российский видеоблогер Андрей Рыбакин, который вел передачу «Видеорегистратор». Андрей делал автообзоры, комментировал ДТП, заснятые на камеру, и давал советы, как избежать подобных ситуаций. Но приобрел он свою известность благодаря тому, что выкладывал видео со своего видеорегистратора, демонстрируя нарушение правил дорожного движения и небрежное поведение на дорогах. Андрей имел неоднозначную репутацию и множество отрицательных комментариев и критики в свой адрес. Канал был создан в начале 2013 года и продолжает набирать подписчиков сегодня. Сам Андрей Рыбакин был застрелен у себя дома в 15 июля 2015 года в возрасте 25 лет. Ссылки на каналы вы найдете в описании под видео. На сегодня это все. Ставьте лайки, если хотите увидеть продолжение и подписывайтесь на канал Статус. До скорых встреч!